Своё будущее мы создаём уже сегодня, уверены 11-классники Брестской средней школы номер 3. Ведь от того, насколько эффективным будет учебный процесс в этом году, зависит качественная составляющая подготовки для поступления в высшее учебное заведение. Я готовлюсь в школе. У нас великолепные учителя, у нас большое количество факультативов, дополнительных занятий. Учителя всё разбирают, у них очень много интересной профильной литературы. Мне кажется, в школе достаточно этого. Но можно самому так же. Дома, энциклопедии всякие. В интернете можно что-то посмотреть. Конечно, сложность есть по сравнению с другими годами, потому что выпуск, экзамены, ЦТ. Да, я уже начала готовиться к централизованному тестированию. В школе на факультативе посещаю. И дома сама готовлюсь с помощью дополнительных материалов. Особое место в подготовке отводится решению заданий централизованного тестирования. Вооружившись учебниками, заручившись поддержкой педагогов, молодые люди стараются вобрать в себя как можно больше знаний, чтобы разобрать все волнующие вопросы. Но не менее важным аспектом для этих юношей и девушек является посещение репетиционного тестирования. Планирую пойти на репетиционное тестирование. Ну, поверх проверить свои знания, посмотреть, что это такое. ЦТ, как бы будет, которое впереди. Я пойду на предметы география, математика, русский, английский. Действительно нужно проверить себя, как это, ну, как бы, пробное оно, на то и пробное, чтобы попробовать. Вот, это, как бы, интересно, и чтобы проверить свои знания. Репетиционное тестирование является прообразом централизованного. Испытание, требующего глубоких знаний школьной программы, хорошей эмоциональной и психологической выдержки и определенных знаний дела производства. Бланки решений имеют строгую форму заполнения, отклонение от которой уберет один или несколько баллов из результативной копилки. В настоящий момент мы ведем онлайн-регистрацию, то есть на сайте технического университета есть определенная форма, где можно ее заполнить фамилиями отчества и, соответственно, выбрать те предметы, которые абитуриент хочет пройти. В принципе, на репетиционном тестировании можно пройти любые 15 предметов, которые выносятся на централизованное тестирование. В отличие от СТ, где можно пройти 4 предмета, то есть в отличие от нынешнего года, соответственно, можно будет пройти 4 предмета. И, соответственно, речь ведется о том, чтобы срок действия сертификата продлить до 2 лет. 16 октября первые желающие смогут прийти и проверить свои знания. Для этого необходимо иметь с собой квитанцию об оплате, а также черные гелевые ручки. Узнать дополнительную информацию о репетиционном тестировании или задать волнующие вопросы можно, позвонив в региональный центр тестирования и профориентационной работы с молодежью, либо посетив официальный сайт или группу ВКонтакте. Продолжение следует...